Белоруссия. Поснимешь? Спасибо. То есть уже не разница? А, нет. В смысле? Давай, придумай сейчас немножко. Андрей Владимирович, по матчу, что скажешь о сопернике и об игре Казахстана? Ну, на самом деле нам важнее было сегодняшней игре, наверное, все-таки не на соперники посмотреть, а свои какие-то моменты решить. Давно не играли, в некоторых больше месяцев не играли кто-то. Наоборот, сыграл очень много, да, и немножко тоже тонус такой. Поэтому, ну, игра, наверное, такими волнами была, когда нам удалось свинчивать темп, когда, в общем-то, ребята, еще раз говорю, темп этот поднимали и играли в хоккей, которые ничего не хотим играть, то, в принципе, неплохие были моменты. Преимущество было, ну, еще раз говорю, волнами. Вся игра была в хоккей, потому что на удалении. И, конечно, наверное, не очень хорошо. А что скажете по буллитам? В КХЛ не было буллитов, но на чемпионате мира они есть? Да, да, кстати, это вопрос такой. Мне не очень понравилось, скажем, исполнение буллитов, но… Надо поработать еще, да? Ну, над этим, наверное, сложно работать, потому что оно, есть или нет, это мастерство все-таки вратаря и нападающего. Ну, возможно, ответственность здесь была не та. Ну, по итогам первого контроля матча, насколько готова команда? Насколько у вас есть уже по составу? Ну, проценты сложно говорить. Ну, я думаю, процентов, наверное, на 65-70, наверное, все-таки, наверное, готовы. Ну, и, наверное, этот матч тоже показал те моменты, которые, в общем-то, мы видели в тренировках. В общем-то, наверное, и здесь есть несколько вопросов по некоторым ребятам. Завтра мы еще посмотрим уже после игры, примерно начать и дальше. Ну, наверное, процентов на 85, наверное, на этот состав мы уже знаем. 15 процентов, в общем-то, есть. Приехал Метальников для нас, так что мы с ним поговорим. Ну, мы подумаем, завтра будет, он не играть или нет. Он ордется, но, наверное, мы его возьмем, потому что, чтобы оконился уже, переключился, скажем так, из эйфории, от атмосферы эйфории, от первого места в чемпионате ВФЛ, наверное, в сбору. Скорее всего, что завтра будет играть. Насколько важна национальная победа в товарищеском матче? Ну, наверное, конечно, проигрывать никто не будет. Проигрывать никто не любит, но я не думаю, что сильно как-то она влияет на что будет. Южная Корея, следующий соперник, ну, в товарищеском матче. И вы, наверняка, знаете, какие это решали, попробуй стили к нам за... Можно даже, если бы так честно вспомнилось. Как, кстати, в нашей стране игроки с Россией играет это не очень. В Олимпийской игре? А-а-а. Все грустно, 0,5 было. А? Грустно. Нет, я просто к тому, что товарищеском матче, они для того и существуют. Я их не люблю называть товарищескими, потому что это контрольный матч. Контрольный? Для того и существуют, да, чтобы смотреть какие-то моменты, да, и что-то улучшать, на что-то, чтобы играть. Можно сыграть здорово этот матч. Это там совсем другая ответственность, когда ты играешь уже непосредственно. Но при этом не показывать какие-то свои секретики, которые перебрели начином мира? Ну, не то, что секретики, но, конечно, я еще раз говорю, то, наверное, ни мы, ни белорусы не хотели, и, по-моему, там, скажем, от ножа, там, и еще что-то. Ну, в Борной Беларуси пожестче играла, то есть, на чемпионате мира наверняка гораздо жестче. Там один такой жесткий голубок, в общем, я тоже пытался. Так, в принципе, и команда тоже, я думаю, решали свои вопросы. Почему все-таки с ними играли? Ну, Хенрик, в общем-то, посоветовались с тренером, с нашим поврадая. В общем-то, решили, что, наверное, это достаточно уже был овертайм и, ну, и немножко он там почистил, скажем, дискомфорт. Поэтому решили поставить играться. И я думаю, что, скорее всего, завтра тоже он будет и ходить ночью. Спасибо. 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 Спасибо.